Добро пожаловать на наш канал! Сегодня готовим тыквенный чизкейк. Для приготовления вам понадобятся такие компоненты. Удалите семена и слегка надрежьте поверхность кусочков тыквы, так она запечется быстрее. Поместите тыкву в разогретую до 200-220 градусов духовку и выпекайте 45-50 минут до мягкости. Подготовьте форму для десерта и при необходимости выстелите дно пекарской бумагой. Я использую разъемную форму для запекания диаметром 20 см. Приготовьте основу для чизкейка. Отмерьте печенье. Добавьте горсть орехов. Измельчите все до состояния мелкой крошки. Можно использовать блендер или просто тщательно все раскрошить обычной скалкой. К измельченному печенью добавьте специи по вкусу. Я добавляю молотую корицу и 1 чайную ложку апельсиновой цедры. Затем постепенно, добавляя небольшими порциями, влейте растопленное сливочное масло. Тщательно все перемешайте до получения однородной смеси. Когда смесь по консистенции станет похожа на мокрый песок, готово. Поместите смесь в форму. Разровняйте и утрамбуйте ложкой или толкушкой для картофеля. Затем поместите форму в холодильник на 30-40 минут. Для того, чтобы основа чизкейка охладилась и слегка затвердела. Для приготовления творожной смеси отмерьте творог. Добавьте ванильный сахар. Теплое молоко. Мед или сахар по вкусу. Тщательно все перемешайте или взбейте в блендере до получения гладкой однородной массы. Отделите мякоть печеной тыквы от кожуры и измельчите до состояния пюре. Если тыква очень сочная, на этом этапе пюре можно процедить. Добавьте специи. 1 чайную ложку апельсиновой цедры. 1-2 столовые ложки апельсинового сока. Мед или сахар по вкусу. А также немного молотого мускатного ореха и молотого имбиря. Тщательно все перемешайте. Желатин подготовьте по инструкции на упаковке. Я использую быстрорастворимый желатин, поэтому просто заливаю его небольшим количеством горячей воды и перемешиваю до растворения. Порцию подготовленного желатина добавьте в теплое тыквенное пюре. Перемешайте и слегка охладите. Отделите небольшое количество творожной массы и добавьте в нее вторую порцию подготовленного желатина. Тщательно все перемешайте, а затем добавьте полученную смесь к основной творожной массе. Теперь тыквенную и творожную смесь можно смешать или выложить в форму слоями. Мне ближе последний вариант. Выложите тыквенную и творожную смесь в форму небольшими порциями по 2 столовые ложки. Чередуя слои. Слегка встряхните форму, чтобы начинка равномерно распределилась. Когда начинка начнет застывать, возьмите бамбуковую шпажку и проведите линии по горизонтали, вертикали и диагонали в разных направлениях, словно уже делите чизкейк на небольшие кусочки. Подготовленный чизкейк поместите в холодильник на 3-4 часа, а еще лучше на ночь для окончательного охлаждения. Когда чизкейк полностью застынет, окуните лезвие ножа в горячую воду. Обсушите его полотенцем, а затем осторожно проведите лезвием вдоль бортов формы, отделяя чизкейк. Извлеките чизкейк из формы и украсьте по своему настроению. Я чаще всего просто поливаю чизкейк белым шоколадом, но если хочется чего-нибудь необычного, можно приготовить глазурь из маршмеллоу. Для приготовления глазури соедините кусочки маршмеллоу и сливочное масло. Затем прогрейте на водяной бане или в микроволновке, помешивая до получения однородной жидкой смеси. Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока и тщательно все перемешайте. По желанию можно добавить немного просеянной сахарной пудры для сладости. Подготовленной глазурью украсьте поверхность чизкейка. По желанию добавьте кусочки маршмеллоу. Поместите чизкейк в холодильник еще на 5-10 минут для того, чтобы застыла глазурь, а затем подавайте к столу. Тыквенный чизкейк готов! Приятного аппетита!